Блок идет по ценнику, но тут чуть сложнее. Я всегда предполагаю, как делать. Я даже рекомендую делать блоки всегда в виде таблицы, потому что, согласитесь, всегда можно в таблице все сравнить. Я тут недавно начал, мы тестировать новую тему, начали таргет ВКонтакте продавать. И вот я начал анализировать конкурентов на эту тему. У них все вроде то же самое, как обычно, да, там три темы. Тариф для лоха, кстати, это неправильно, здесь должен быть золотой унитаз сначала, потом должно быть такой средненький и лох, тариф бомж называется. Причем у меня тариф лох или бомж, это 25 тысяч директ. На самом деле тариф хороший, но так как это такой плохенький тариф, люди пытаются заказать чуть подороже. Понятно, да? Если вы ставите первым лох, потом средний, потом золотой унитаз, люди будут покупать самый дешевый тариф. Они должны сначала увидеть, охренеть от ценника, потом... Вы знаете, да, как вы заходите обычно? Феррари, Берлинет, сколько стоит? 22. Такой, еб твою мать. Потом дальше идешь по салону Феррари, смотришь за шестеру. Нормально уже машина? За шестеру уже нормально. Хотя 6 миллионов для тебя это пиздец. Но как бы и с другой стороны это поменьше, чем 22. Вот та же самая схема. То есть, почему, кстати, вы заходите в магазин, вы видели когда-нибудь, заходите в магазин, там самое дорогое, а потом начинается дешевле, глубже. Видели когда-нибудь такое? Потому что вы сначала заходите, смотрите там пиджачки, 75 тысяч. О, 24, нормально. Хотя хотел за 5 купить. Понимаете, да, это схему? Нужно именно в таком использовать. Это первое. Во-вторых, кнопки заказать у каждого варианта, если они есть. И самое главное, отличие. Чем золотой унитаз отличается от средненького? Ну, например, если у вас есть 3 тарифа или 5 тарифов. Ну, лучше 3, это самое идеальное. То вам нужно для понимания клиента, чем отличается. Вот если открыть мой сайт, у меня видно, чем отличается. Потому что у меня здесь стоит, например, здесь галочка, здесь галочка, здесь нету ничего. Здесь описание того, что происходит. Здесь галочка, здесь ничего нету. Здесь галочка, здесь есть, здесь нету. Ну, и так далее, да. То есть, понятно, что здесь уже какой-то лоховский тариф. Надо брать что-то посерьезнее. Тоже, да, дополнительные продажи идут. Понятно? Есть еще важный тоже момент, связанный. Ну, естественно, у золотого унитаза должен быть ценник. Там, например, 150 тысяч. Средний это, например, 50 тысяч. И лох это 25 тысяч, например. Опять же, у всех ценики разные. Для кого-то, самое смешное и угарное, когда вот у тебя, например, ландинка у меня, у меня лох это 25, а у тебя самый дорогой тариф 25. Ну, ладно. А знаете, самое смешное, что приходят люди? Они говорят, к нам они не приходят и спрашивают, почему так дорого. Они спрашивают, почему у тех так дешево, да. Они что, так плохо делают? Ну, мы такие, да. Значит, можно сказать, да, неплохие, мы хорошие. Понимаете? То есть, проблема в том, что как раз ты стоишь на тарифе маленький ценник, ты не убиваешь меня, ты убиваешь себя скорее. А то же самое, ты же увеличил в два раза ценник, хуже от этого стало? Ну, тогда просто интерес маркетинга. Ну, а в итоге, как результат? Ну, больше стало зарабатывать, как-то все логично. А заявок стало меньше. Ну, значит, да, стало больше. Ладно, деньги. Я вам расскажу самое главное про директ. Когда-то у меня было 5 тысяч тариф лох, потом был 10, потом 17, потом 25. Количество заявок увеличивается. Нет, понятно, что я и трафика заливаю больше, но и конверт остается тот же самый. Ну, то есть, получается, цена увеличена. Ну, просто на основном того, что идут, давайте увеличим, еще дальше посмотрим. Да, нет, еще одна тема есть важная. Помните? А, я еще, наверное, вам не рассказывал. Надо брать почему много. Потому что если бы вы, я бы вам сейчас с вас, например, взял по 10 тысяч рублей за наставничество, из вас половина бы не пришло. Понятно, да, почему? А, 10 тысяч, похо. Первое. Во-вторых, я удивлен, что вы все пришли, на самом деле. Это очень странно, потому что я думал, что один точно потеряется. А я, вот он последний пришел, видите, была последняя надежда. Ладно, шучу. Второй момент. Люди, чем больше платят денег, тем меньше ебут мозги. Ну, в твоем случае, не факт. Но, возможно, у тебя просто не та целевая аудитория. Они, может, заказывают на последние деньги. Ну, там как-то идет количество геморроя, вот так, потом, ну, а здесь деньги, да? Потом какой-то есть порог, когда уже и денег нормально. А геморрой, наверное, все минимум. Вот. Вот. И ты с ними, в принципе, и работаешь. Ты нашел, нащупал этих людей. И я тоже постоянно щупаю. Почему у меня постоянно деньги меняются? Я щупаю. Я, например, понял, что сейчас и на сотку начали люди геморройные приходить. Например. Надо сейчас лендинги делать уже не за сотку, а за 150, за 200. Чтобы не было никакого геморроя. Понятно? Да, есть порог определенный, когда вы уже, называется порог, вы псих. Когда вы хотите там полтора миллиона за лендинг. Люди будут покупать, но мало. Очень мало. И они будут специфичные. И что, просто назвал ценник, и он купил, и все. Ну, я сказал просто, эта тема сложная, чувак. Извини, я говорю, я так подписываться не могу за маленькие деньги. Мне надо вложиться душой туда, понимаешь? Поэтому нужно потратить домашнее. Вот. Даже с ремонта квартир, я помню. Я тоже, мы вкладывались душой. За сотен тогда, ой, блядь. А вот, вот сейчас там я парню, ну, в годном объявил тоже. Сразу после Нового года. У меня еще, ребята, не все приехали. Он говорит, ну, давай, начнем, давай. Я говорю, ну, слушай. Ну, как бы, двойной-то, ну, ребят, ну, людей нет. Он согласился. Просто согласился. Да почему он должен отказываться-то? С чего взяли, что люди дали? Не, если... Ну, как, просто двойной-три, вот так. Просто за то, что мы начнем вот сейчас, а не там через полтора-два месяца. Есть, объясню вам. Есть люди, которые хотят все на халяву. Вот вы, благо, ну, не совсем, да, из них, вот, вы заплатили. Есть люди, которые хотят на халяву. Реально есть такие. Хорошо. С ними надо работать, как вы считаете? Нет. Есть люди, которые хотят за пять тысяч то, что... Нет, даже не так. Есть люди, которые думают, что вот за сто тысяч, если вот я на них заплатил сто тысяч, то мне больше ничего делать не надо. Этот человек мне принесет триллиард. Хер вам. Нет. У меня есть то, что я делаю, да, по пунктам, и больше ничего. То есть никакой ее ответственности, гарантии, ну, не надо. Ну, как я делаю, у меня есть сроки, я все выполняю. Объем работы. Объем работы я делаю. Почему люди думают, что я волшебник? Я не волшебник. Хотя есть люди, которые пишут, что я гений. У меня есть на почте. Как раз вот от заказчика, а, он 600 тысяч заплатил, я ему скетч отправил. Ну, то есть я с ним пообщался просто. Мы ему отправили скетч, и у меня реально написано письмо от него. Константин, вы гений. Мне все нравится, все шикарно. Отдохните, пожалуйста, чтобы у вас гениальный мозг вас... Я серьезно говорю, я вам могу за скриньте показать. Без шуток. 20% всегда есть. 20% долбоебов. Причем это не то, что неудачные проекты. Проект может, я же вот еще раз объясняю, проект может быть удачный. Лиды идут, еще чего-то. Все может замечательно быть. Но человек бывает такой вот, попадается. Вот он не хочет... Есть люди, которые просто хотят на халяву сделать. Есть такие. Есть. Но есть же откровенно, когда директор не идет. Да, ты сделал мало. Такое очень мало. Реально так мало. Но ты же анализируешь. Правильно? Перед тем, как брать. Мы долбоебов просто не берем по этому. Поэтому у нас есть 30 заявок, и мы берем 1-2 проекта из 30 заявок, а не 15. Только потому, что большая часть говнов просто идет полная. Мы, кстати, тоже с какого периода сделали верификацию заказчика? Но это уже студийная работа. То есть мы задавали ключевой вопрос, а у вас до был сайт? Нет, все. Мы говорим, ну мы... Да, да, да. То же самое, контекстная реклама была или нет? Мы же спрашиваем у клиентов, да. Помнишь? Ты у них спрашиваешь всю статистику. Ты у них узнаешь, что было, они дают тебе статистику, ты все понимаешь уже по ней. Либо было все хорошо, и они какие-то геморрой, ну и так далее. Там все можно сделать. Можешь посмотреть его сайт, правильно? И там, еб твою мать, там такой трэш какой-нибудь. Вот заказчик, который последний, Андрей, как раз я его слил в тренинг директологов. Парень, все нормально, все замечательно, у него идет просто сайт, ну просто сайт, а у него вентиляция промышленная. Знаете, сколько он заработал за последние месяцы? Он, оказывается, у меня в городе живет, я в ГАИ с ним познакомился, вживую. Он подошел ко мне, типа, привет, привет. Вот, загадайте, сколько он зарабатывает, за прошлый месяц заработал? 1700. Не, 2 миллиона. А, так, херня. Вот, и он говорит, ну слушай, у меня с директом проблемы. Я говорю, а какая у тебя проблема с директом, расскажи, пожалуйста. Он говорит, ну мы ищем постоянно этих новых подрядчиков. Ну я выявил, я ему сказал, нужен директолог, просто чтобы он у тебя был на связи постоянно. Такой, да, да, вот, наверное, мне так и надо. Я говорю, а что последний месяц у тебя с директом, расскажи, пожалуйста. Да я 3 месяца его не включаю. Да, блин, да ведь что, ребят, понимаете, он говорит, да мне и так хорошо. Зачем тебе, блин, директолог, если ты директ даже не включаешь? Вы поймите, они говорят, что у них проблемы в директе, а проблемы не в директе. Но они так говорят, это только их проблемы. Костя, вопрос, когда сам закрывал клиентов, то есть угол, как же... Я сам закрываю клиентов, ну на лендинге, например, закрываю клиентов. Ну, допустим, приходит человек, все нормально, сайт, но чувствует какой-то неандекватный, ну, какое чутье. Что не надо брать. Где есть такое? Беру. В последнее время беру. Потому что даже я хочу получить отрицательный опыт. Я это у меня... Поймите, ребят, вам важен какой момент в начале. Пусть у вас жопа горит. Реально. Получите отрицательный опыт. Ну, получите его. Вот я как рассказывал как раз Алексею. Надо будет... Вы что, вот у кого-нибудь есть дети из вас? Есть? Вот один человек. Что-то был... А, да, да, извини, извини. И вот еще один, да, у нас господин. Вот расскажите, чего вы будете... Остальные люди, что вы будете потом рассказывать детям? Расскажите. Чтобы мы у вас все не пили, не пили. Отлично. И все. И на этом закончится разговор. Такой, папа, ты классный. Все, и пошел дальше. А я могу рассказать много чего интересного, понимаете? Вот реально могу такие истории рассказать. А вы не сможете, потому что всегда работали только с клиентами, которые хорошие. Когда вас подставляли клиенты, когда партнеры подставляли. Понимаете, это прикольно, это же можно рассказать. А так получается ничего сказать. Проблем нету, как бы, знаете, когда проблем нету, это очень странно. Значит, у вас рост. Рост бизнеса, его нету. Вот. Ну, это такое мое субъективное мнение. Хорошо. Еще момент с этими, со стоимостью. Стоимость у вас может быть... У вас ее может не быть, правильно? Ну, например, ты не можешь сделать стоимость. Ну, у тебя только 12 рублей, 12 тысяч за квадратный метр от. А дальше ты сделать ничего не можешь. Ты еще рекомендую, очень прикольная тема. Сделай отдельный вот такой блок, где он напиши, что вы получите, если оставите заявку. Просто бесплатно. И прямо напиши снизу, бесплатно. Здесь. План проекта какой-нибудь. Что получит человек бесплатно? Что он может получить? Ну, интересный контент в плане того, как спланировать финансы во время ремонта квартиры. Как грамотно спланировать квартиры. Если он именно просто холодный, просто тесит, смотрит. Первое. Картинка. Замерщик, который у него дома. Да? Он же получит это, если он оставит просто заявку. Супер. Плюс. Он получит. У тебя, может быть, есть вот маркетинг-кит как раз делать. Только не знаю, раздавать их клиентам или нет. Если дешевый маркетинг-кит, да, там такой будет в дешевом переплете. Отдавай, можешь отдавать клиентам. Ну, то есть, плюс маркетинг-кит, там делаешь рисуночек, типа вот такой маркетинг-кит мы вам отдадим. Плюс ты говоришь, что еще будет? Финансы? Ну, расчет. Просчет, смотри, дальше. С мета прям рисуешь, короче, бумажки, там стопку бумажек, короче. Ну, это легко делать. Дизайнер прям напишет, что надо сделать, он тебе подберет. С мета по вашей квартире. Можно же посчитать? Потому что считаешь в любом случае. Вот. И все. Это то, что человек получит. И главное просто ставить заявку прямо сейчас. И вы это получите. Ну, это же логично, правильно? Почему? Потому что те картинки идут и дальше снизу текст. Ну, что он получит. Очень классно работает тема. Я думаю, у тебя есть такое. А? А, где? Я слушал. Дальше. Это если у вас нет стоимости. Или у вас она есть, но она очень такая, расплывчатая. У меня есть также блок еще. Я ничего не понимаю в Яндекс.Директе. Сделайте мне предложение. Что-то такое. Человек оставляет имя, телефон, свой сайт, какой-то комментарий и нажимает кнопку отправить. Таких тоже очень много. Тоже работает. Я хочу спланировать свой праздник, но ничего не понимаю в нем. Все, заполните там какую-то инфу. Почему блок такой большой, с большим количеством полей идет ниже? Потому что человек уже к вам привык, он уже дальше может оставлять. Если вы в самом начале, типа, знаете, подходишь, слышишь, дай пять тысяч. Дай пять тысяч, пожалуйста. Он такой, да пошел ты нахер. Вот. А если я его узнаю, там, час, два, ну, возможно, он даст. Понятно, да? Смысл в этом. Дальше. Блоки, как мы работаем. Объясню, просто расскажу, почему у меня оно в таком виде. У меня идет заявка, форма заявки, да, вот про которую я вам рассказывал в самом верху. И идет вот в таком виде она. Здесь время. С этой стороны идут процесс. Ну, вот в таком виде. То есть, сейчас вы оставляете заявку. Через 15 минут с вами связывается менеджер. Здесь можно картинку вставлять с визуализацией. Дальше через один час приезжает замерщик, например, на окна. На месте он подписывает договор с вами. То есть, прямо там же. Замерщик плюс договор. Прямо это можно сделать. Мы сейчас с чуваком с этим, вот, понимаете, знаете, почему мне нравится с людьми работать, которые много бабла дают? Они реально заморачиваются. Вот он, я ему говорю, слушай, тебе нужен контент. Нужен тот контент, там, фотки и так далее. Он реально заморочился. У него, короче, проект у него есть свой, у него свой завод. По производству он большой. Он походил, поснимал, звонит, Константин, слушай. Я не знал, что у меня такой большой завод. Он говорит, я ходил, 20 минут снимал на видео. Я тебе все скину, можешь посмотреть. Я смотрю, реально, блядь, завод вот такой вот огромный. Он ходил, он такой сам бахвый. Там слышно просто, еб твою мать. Я в шоке. Я серьезно говорю, люди сами не понимают, что можно поснимать. Я говорю, ну мы, короче, сделали видео. Второй момент. Я говорю, надо пофоткать, как происходит, например. Человек приезжает, замерщик, потом привозит окна. У него, оказывается, есть автопарк автомобиля, на которых написано с логотипом его. Выставлены в ряд. Я говорю, можно сфотографировать? Да, он сфотографировал. Я говорю, можно людей сфотографировать, которые замеряют окна, которые ставят, снимают. Оказывается, вот смотрите, УТП прикольное. Какой-нибудь пластиковые окна ставил? Мы не там в офисе. А у тебя в офисе закрывали все полиэтиленовыми пакетами? Нет, но мне сейчас рассказывали, что реально уровень огончиков вырос в разы. Он, короче, как делает? Он делает всю уборку после в помещении. Еще плюс все помещение обклеивает пленками, чтобы не пылилось. И он это все сфотографировал. И вместе с людьми, у которых на них написано, короче, его, ну, логотип его, короче. Форма. Да. Ну, фирменная форма, или как она там называется? Не знаю, как правильно. Вот. И он такой, и он опять мне звонит. Блядь, я не знал кое-что у нас такое есть. Я такой, спасибо, капитан, очевидность. А я ему просто написал, что нужно сделать. Он, ну, как бы, и делает. И все. То есть, все, что я вам рассказываю, все я делаю за 600 тысяч. Как бы, можете идти, это называется, свободно. Серьезно. Что там еще? Какие-то там калькуляторы. УТП он сам не придумал. Я ему УТП придумал. Он такой, вообще классно. Дизайн, а вот дизайн прислал, дизайн говорит, что-то какой-то дизайн непонятный. То есть, если ему скетч вот нравился, он прям говорил, вы гений. Дизайн уже, ну, давайте не вопрос, я говорю, напишите конкретно, что вам не нравится. Потому что, когда они говорят непонятно или что-то такое, все вы знаете, я думаю, прекрасно. Спрашивайте конкретно, что не нравится. Если говорят все, значит, он потрясающий. Вот честно я вам могу сказать. Если вы не можете сказать, что конкретно не нравится, значит, все нравится. Ну, серьезно, они компризничают иногда. Или 4 месяца делать. У меня тоже, кстати, такой есть проект. 4 месяца, короче, мы делаем 4 месяца проект. Смотрите. Посмотрите этот блок.